Ой-ой-ой, Санечка, Санечка, роднички, родушечки, снимаешь? Санечка, снимаешь? Камеры, штативчики, объективчики настроили, Санечка! Всем привет, вы на канале Против Лома. Перед началом видео призываю вас, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и распространяйте этот ролик. Да, и заходите, посмотрите предыдущий контент на канале. Мотор писал, пишет и будет писать исключительно для вас. Я здесь, оператор Петя, за пультом, и мы начинаем. Московская область, деревенское кладбище, ну, скажем так, ПГТ. Сегодня мы вам покажем могилу гадалки, которая гадала именно на кофейной гуще. Позднего Советского Союза, между прочим. То ли 90-х, ну, в общем, информацию нам написали, прислали. Мы приехали, геолокация имеется. Сейчас будем смотреть, разбираться, что это за кладбище. Таких средних советских лет, даже более говоря, ну, новое кладбище. Мы начинаем. Я уже года посмотрел. Вот, допустим, здесь мы видим Крюков Николай 1939-2001 год. Это ему 62 года. Так, здесь Комаров Борис Николаевич, 1928-1981 год. 52 года. Здесь Почти сто лет Проворного Феозва Павловна. Первый раз такое имя вообще встречать даже не слышу. Феозва. Кто знает, напишите в комментариях. Вы всегда молодцы, пишите. Объясняйте, что за имена. Расширяйте наш кругозор. Феозва Павловна. 1907-2003 год. 96 лет. Кладбища в Московской области, они все примерно одинаковые. Широкие междурядья и вот захоронения идут. Как всегда, вначале сейчас посмотрим, какие годы в кладбище, чтобы и мне понимать. Так, здесь видим 84-1925 год. Мышкин, 1984-1984, это 59 лет. И Таисия, 1930-1992 год. 62 года. Там 84-й, здесь памятник уже ржавый. Здесь 1923-1983, 60 лет. Сейчас быстро подойдем, ролик длинный не будет, поэтому посмотрим, что за гадалка была. А тут молодая женщина. Щукина. Любовь, 1951-1984 год, 33 года. Понятно. Все, почищенная дорожка заканчивается. Нам вон туда, на тот край петь. 97-й год. 1914-1997 год. Здесь вот уже, посмотрите, аэрография современная. Гравировка на тыльной стороне памятника. Есть целый видеоролик на канале Против лома про уникальные, редкие и необычные гравировки на тыльной задней стороне памятника. Перейдите, посмотрите. Лишним не будет. Здесь кого мы видим? Лукашин Юрий. Почему? Обратил внимание. Это с легким паром там Лукашин был, да. 1939-1984 год. 45 лет. Ага, там ребенок похоронен. Вот следующий памятник. 2006-2007 год. На каждом кладбище дети есть. Сенин Игорь, 1964-2004, 40 лет. 1984-2004 год. Монин Илья, 1927-1984 год. Головин, 1925-1985 год. Сейчас геолокацию посмотрим, продолжим движение. Сейчас есть информация, покажу вам памятник одного самоубийцы, даже на этом кладбище. Значит, это мужчина, он бросился под поезд. Давно он похоронен. По каким причинам он туда, ну, почему он бросился под поезд, никто не знает. Какие-то были. А он пил, кстати, интересно. Не знаешь, тебя не писал? Петя вот писал, кто это, подписчица, да? Да, подписчица, или подписчик. А, подписчица. В общем, вот он рассказал, что информация, этот мужчина точно самоубийца, и он бросился под поезд давно, его здесь похоронили. А дети у него были, она не писала? Не было? Не было детей, одинокий, значит. Жена вроде как у него умерла, и он в одиночестве был. Может, пил, может, еще что. Сейчас посмотрим. Так, вот эти памятники. А тут рядом с ним тетка похоронена, его вроде как. Сейчас поглядим, фотография есть. Под поезд бросился. Не позавидуешь машинистам тоже. Такие случаи бывают у них. И это, кстати, не редкость. Да, еще хотел сказать сейчас одну реплику. Есть у меня гадалка, одна знакомая, гадает на кофейной гуще. Вот именно на кофейной гуще, и она до сих пор этим занимается. В Московской области тоже живет. Если хотите интервью, чтобы было с ней, 2000 лайков на этот ролик, и сразу же будет интервью с самой сильной гадалкой на кофейной гуще. Она не против, в принципе, дать интервью. Жеронкин Геннадий Сергеевич, 1939-1984 год. Это же сколько ему лет было. Сейчас посчитаем. 45 лет. Вот он в 45 лет бросился под поезд. Уже 40 лет назад его похоронили, получается. Жеронкин Геннадий Сергеевич, 1939-1984 год. Вот это самоубийца. В 45 лет он бросился под поезд. Сто процентная информация, потому что подписчица писала, она здесь убирается. Эти захоронения, они заброшенные, можно сказать. Но иногда она красит памятники. И, ну, траву прорывает по стойку, поскольку, видите, не заросшая. То есть, она рассказала, она является каким-то дальним родственницей. Там четырехюродная сестра, что ли. Ну, или... В общем, мы не вникали в это. Все, пойдемте дальше. Потому что мы уже подходим к могиле самой сильной гадалки на кофейной гуще поздних советских времен. Практически перед развалом уже. Здесь тоже, по всей видимости, заброшенное захоронение. Уже, посмотрите, заросло. Федорова Зинаида Сергеевна. 1921-1994 год. 73 года. И здесь Федоров Валентин Сергеевич. 1919-1985 год. Лавка уже сгнила полностью. Ну, да. 85-й. Кладбище 80-х годов. Редко здесь 70-й встречали. Тут. Нина Тимофеевна, 1941-1985. 44 года. И, в принципе, все молодые похоронены. Тоже 85-й год. Здесь тоже 85-й год. Но здесь Степанова Анна. 1904-1985. 81 год. Понятно. 70-х, 80-х годов кладбище получается. Людмила Юрьевна, 1954-1985. Молодая, 31 год. Московская область. Ну, это примерно 40 километров от Москвы. Кладбище находится. Итак, друзья, все. Нашли мы могилу. Подержи, дай перчатки. Оно хоть и плюсовая температура. В Москве сейчас где-то плюс 4. Но... Сами знаете, что... Оно иногда при минусовой теплее. А это промерзлость. Дождь тем более идет. Гадалка самая сильная, которая гадала на кофейной гуще. Могила полузаброшенная. Скорее всего, заброшенная. Цветы уже, наверное, здесь года 3-4 стоят по внешнему виду. Кого-то хоронят, слышишь-ка? Музыка играет, похоронный марш. Сорвал чуть-чуть травку. Давайте посмотрим. Петитнева Татьяна Ивановна. 1944 год рождения. 1985 год смерти. 41 год ей было. Фотографии, видите, уже плохо распознаваемые даже. И тут именно фото прям вставлено. Вот такой памятник ей. Гадала на кофейной гуще. Ездили к ней все со всего Советского Союза. Это сейчас бы ей было 80 лет. Умерла 85-й год. 1985-й. Это получается, ну, почти 40 лет назад. Да, 80 лет бы ей сейчас было. Ну, скажем, гадать она, может, лет в 20 начала. Умерла в 41-21 год занималась. Ну, это так я вот, навскидку. Может, раньше начала гадать. Не знаю. Может быть, позже. Но видно, что сюда не приходит, потому что памятник не крашеный. Уже давным-давно здесь подзаросши. Татьяна Ивановна Витетнева. 41 год ей было. Понятно. Пойдемте дальше пройдемся. Глянем, что тут еще. Парень молодой. Зайцев Николай, 1950-й год. 1985-й. 35 лет. Сейчас бы было 74. 74 года было бы. А умер, а в 35. Так. Ну, тут сразу видно заброшенное захоронение. Да, это точно. Ну, а, но, видите, уже без, даже без таблички. Вот здесь оно видно было когда-то присверлено. Ничего уже нет, не осталось. Потому что никто уже не ходит. Дождь усиливается. Сорокин Николай, 1951-1985. Тридцать четыре года. Там 35, здесь 34. И там парень 85-го года. И здесь 85-й год. Примерно ровесники. Год разница. Вот судьба. Родились практически с годом. Ну, разница и в один год умерли. 98-й, 85-й. Но здесь взрослые захоронения. А здесь уже, смотри, памятник почти падает. 1927-й. Женщина, 1985-й. 58 лет. Уже накренился, упадет. Брошенное захоронение. Дерево так, посмотришь, уже как выросло. Смотрите, да? Его попиливать надо. Ну, видно, некому это уже делать. Ясно. Соблюдайте чистоту и порядок. Приходя на кладбище, здесь похоронены наши родные и близкие. Сходите к своим родным на кладбище. Уберитесь, помяните, не забудьте. Пока не поздно. Это сделать нужно именно сейчас. Завтра будет уже поздно. На этом наш с вами ролик подходит к концу. Не забывайте подписываться на канал. Если вы еще не подписаны, немедленно подпишитесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Распространяйте этот ролик. И заходите, посмотрите предыдущий контент на канале. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Всего хорошего вам. Удачи и пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok